Из-за скользких улиц Апатичане попадают в травмпункты. Упасть в гололедицу проще простого. Дороги не посыпают или посыпают не везде. О проблеме подробнее Ирина Кузьмина. Упал, очнулся гипс. Скользкие улицы значительно усложнили работу медиков. Ушибы, ссадины, переломы. И все это потому, что дороги не посыпаны. В Апатийской поликлинике у кабинета травматолога целая очередь. Истории пострадавших от гололедицы похожи. Упала вчера у полярного. Шла часов 10, наверное, утра. Поскользнулась и упала. Там снежок, а под снежком под лед. И все. Вот и люди добрые вызвали скорую. И скорая меня увезла. Пострадавшей перелом лодыжки. Наложен гипс. Женщине сложно передвигаться. Сюда ее принес сын буквально на руках. В беспомощном состоянии Томилий Швец придется находиться еще три месяца. А вот другая пенсионерка Любовь Манылова. Со сломанной рукой. Она тоже упала на улице и сломала левое запястье. Около бывшей Виты это теперь семья. И вот там не посыпано было. Да там вообще хрустнуло все. Запястье. И нога. Ну нога правда уши в мягкой ткани. А это перелом. Пострадавших много. Люди считают, что пока коммунальщики не начнут посыпать улицы, работа у травматологов не убавится. Директор управления городского хозяйства обещал исправить ситуацию. Знаем, что скользковато. Знаем, что есть недостатки в этом направлении. Недавно провели, опять же, очередное совещание с руководством, компанией подрядной, для того, чтобы активизировать эту работу. Посыпка тротуаров и дорог, они будут сейчас в приоритете, потому что постоянные перепады температур, понимание и у нас есть, и у подрядной организации. Будем пытаться исправлять эту ситуацию. Но пока коммунальщики исправляют ситуацию, апотечанам стоит научиться правильно падать.